Скажу вам впервые и откровенно то, о чем я говорил в самом узком кругу. У нас нет будущего. Я вырос на природе, человек из деревни, из леса, поэтому для меня это близко. Я подумаю, чтобы, как в народе говорят вам, побольше хомут на шею, чтобы вы тащили, пыхтели, потели, упирались. Александр Лукашенко по праву считается ведущим мировым лидером по усиживанию на двух, трех и даже четырех стульях сразу. Нашим и вашим. Это основа. Мы идем от земли, от жизни. Ну то есть и рыбку съесть, и косточкой не подавиться. Например. Во всех сложных ситуациях мы будем с Россией, потому что это наш союзник. Запомните, что бы я ни делал сейчас, разговаривая с Украиной, с Западом, с Востоком и так далее, если мы касаемся России, я ни одного шага не делаю без согласования с руководством Российской Федерации. Если вопрос касается России. Поэтому даю на этот вопрос прямой и четкий ответ. Если нужно будет России, чтобы мы за нее работали в Украине, мы это будем делать. Если нужно будет России, чтобы мы ехали за три девять земель и пользу ей приносили, мы это будем делать. Россия и Беларуси как никогда важно быть вместе. Я уверен, в России я осознаю, что дружелюбная и динамично развивающаяся Беларусь – надежный союзник в современном и непредсказуемом мире. Мы не рассматриваем себя в отрыве Российской Федерации только вместе, только совместной деятельности. Я об этом сказал Путину в последнем нашем разговоре, что вы можете не переживать, мы всегда будем с Российской Федерацией. Это братская и самая близкая нам страна. И в этом вы можете не сомневаться. Мы никогда не станем вассалами ни одной страны. Я в Кремль отчитываться не езжу. Перед нами не стоит и не может стоять выбор между Востоком и Западом. Для нас одинаково важны стратегические отношения с Россией, Китаем, устойчивое взаимодействие с Европейским Союзом, Соединенными Штатами Америки, развитие двусторонних связей со странами Ближнего Востока, Латинской Америки, Средней Азии и Африки. Вот сравните высказывания этого человека тогда и этого человека сегодня. Разве это не двойные стандарты? Разве это не противоречия? Отношения с Западом у Лукашенко, кстати, начали налаживаться уже давно. Я уже сказал, Запад сегодня ни на что не способен. Ой, нет, не то. Слушайте, мы прекрасно понимаем свое место. Мы на Западе никому не нужны. Там такого добра, как Беларусь, хватает без Беларуси. Ну, а как меня любят на Западе, вы помните тоже с тех времен. Ничего здесь не изменилось. Подождите, не это. Запад – это такая профанация. Это ни на что не способные люди. И с ними дело иметь. Надо 10 раз подумать. Они могут тебя обмануть, и это уже со мною было не один раз. Нет, нет, тоже не то. Вот. Запад – это наш сосед. Соседи не выбирают, и мы должны с ними выстраивать добрые отношения. Там технологии, там есть свободные инвестиции. Если кто-то забыл, то могу напомнить. Я проехал весь мир. Я видел Европу. Все сжато. Все задымлено. Все грязно. Люди трутся один от другого. Толкают. Тяжело жить людям там. Поэтому прежде чем делать какие-то заявления, я думаю, высокопоставленным людям надо немножко изучать историю. Сегодня национальный суверенитет и территориальная целостность приграничных государств таких, как Украина, Грузия и даже Беларусь являются тем надежным бастионом, который защищает от российского неоимпериализма. Что же это он такое говорит? Он что, враг нашего главного союзника и брата? Самое время встретиться и поговорить по-мужски. Господин Ильич, я посмотрел Вашу биографию. Вы хороший специалист по нашему региону. Даже в самые сложные времена в наших отношениях я не переставал говорить о том, что мы крайне заинтересованы в хороших отношениях с Вашей страной. Еще? Пожалуйста. Если мы с Вами продвинемся в наших отношениях, я Вам обещаю, что белорусы у Вас будут самыми надежными, честными и искренними партнерами. По крайней мере, если мы договоримся, и если белорусы что-то Вам пообещают, даже в ущерб себе мы это исполним. Вот Вам дела и намерения. Чтобы уверенно смотреть в будущее, надо оглядываться не только назад в прошлое, но и, образно говоря, внимательно смотреть по сторонам. Один раз обманул, второй раз брехал, а потом же вылезет. Поэтому для меня закон «Говори правду». Основной наш партнер – Европейский Союз и Россия. И действительно, Беларусь нарастила экспорт в Евросоюз на 43% всего за 8 месяцев этого года. Но вдруг откуда ни возьмись нарисовался еще один основной партнер. Мы приняли решение об укреплении границ с Украиной. Мы видим, сколько оттуда идет сегодня беды для Беларуси, и в том числе оружие переправляется. Украина является для Беларуси не только добрым другом, страной, соседом, но одним из важнейших политических и торгово-экономических партнеров. Да что там партнером, у них даже города такие же, как в Беларуси. Я рад, что Вам понравился Гомель. Вы его уже в первом приближении посмотрели. Вы, наверное, чувствуете, что он ничем не отличается от прекрасных украинских городов. Хотя, погодите-ка, где-то это мы уже слышали. Точно. За неделю до этого в соседнем Могилеве. Знаю вас, давно вижу, что вы чувствуете здесь, как у себя дома, на этой клочке, можно сказать, русской земли. Это такой город, я бы даже сказал, больше русский, чем белорусский. Это восток Беларуси. И Путина он тогда другом называл, и Порошенко сейчас. Это очень важно. Я сказал своему другу, президенту. Но ведь у президента не может быть друзей. В политике возможно дружба? Думаю, что нет. Президент все-таки в большинстве своем действует по вашей воле. А вдруг у вас воля другая, я обязан ее выполнять, а она не сходится с моим другом. Какая тут дружба? Поэтому, наверное, это определение, этот термин не подходит к работе президента. Сегодня ты сказал одно, а завтра забыл, сказал другое. И вы же это уловите. Гораздо важнее для президента мировая геополитика. Ведь кто, если не Лукашенко, может научить Трампа разговаривать с ракетами? Наблюдая за ним, немножко разбираюсь, я уже старый политик. Они, если выйдут из этого договора, то это ничего не даст. Но опасность в другом. Даже разговоры на эту тему вредны. Этого Дональд не понимает, как молодой политик. Лукашенко готов поделиться советом в любой момент. Нужно только попросить. Вы скоро приедете к нам учиться нашей демократии. Потому что в основе ее лежит стабильность и нормальная жизнь людей. Девчонки в школу не должны бояться ходить в юбках. О какой демократии здесь можно говорить? Но почему главный спаситель планеты не занимается своими внутренними проблемами? Там, где нет доверия между старшими братьями украинцами и россиянами, извините, что я так называю, там должен третий брат включиться. Вот из этой народной мудрости я исхожу. У нас, как и с россиянами, с Украиной все переплетено. Даже мои прапредки родились в Украине. Фактически конфликт на нашей земле. Все переплетено, внедрим полутонавых черно-белое кино. Лукашенко предложил миру свои миротворческие услуги для обеспечения мира на востоке Украины. Проще говоря, мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе. А также сопровождать проведение выборов на Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины. Это тот, кто хочет себе политические дивиденды, какие-то непонятные ножи, тот, кто хочет себе какой-то дутый авторитет получить, он всегда рвется в посредники и миротворцы. Я этого не хочу. У меня все это есть. На самом деле вы говорите одно, а делаете другое. Такое лицемерие сейчас политически неприемлемо. На Мюнхенскую конференцию по безопасности в Минск приехал президент непризнанной Беларуси у республики Косово. В программках на английском его представили как президент, а вот на русском просто как политического деятеля. А к разговорам о безопасности региона совершенно незаметно подключился и экономический аспект. Нужны нормальные торгово-экономические отношения в данном случае Беларуси с Европой. Мы стремимся к тому, чтобы Евросоюз стал одной из опор внешней торговли Беларуси. Но если что, за себя постоять мы сможем. В случае войны Лукашенко раздаст оружие каждому. Нам придется, я уже на это намекал, раздать каждому. Мужику прежде всего, да и девчонкам. У нас есть девчонки, которым мужики могут позавидовать. Раздать оружие для того, чтобы защитить... Ладно, не Родину. Чтобы вы себя защитили. И свою семью, своих детей. Как было в Великой Отечественной войне? Коммунисты, комсомольцы вперед, и все погибали. На встрече с активом Союза молодежи Лукашенко показал свой комсомольский билет и вспомнил о юношеских годах. Я таким сорванцом был в школе. Лучше не вспоминать. Меня направили в комсомол. Я часто это вспоминаю. Комсомольская организация в Могилеве, в пищиторге была. Тысячу двести девчонок и один хлопец. Я второй. Если бы не было комсомола в моей жизни, я бы не был президентом. А если бы я и был президентом, я бы не был, простите за нескромность, в отдельных вопросах таким эффективным президентом. Выясняется, что Лукашенко не только самый эффективный, но и самый справедливый президент. Справедливость. Люди требуют справедливости. Вот наша идеология на ближайшее время. Белорусский народ самый справедливый народ. И он несправедливости никогда не потерпит. Не только самый справедливый, но и самый продвинутый. С помощью этого принтера мы можем заниматься робототехникой и не закупать дорогостоящие детали. А изготавливать их самостоятельно, даже не выходя из копейки. Я с этими технологиями знаком. А вот ты сейчас изготовишь какую деталь? Там программа специально у тебя заведена. Научный сотрудник Анастасия Лапко зачем-то подняла на Эльбрус и Килиманджаро красно-зеленый флаг. Вот он, я принесла его на нашу с вами встречу. Подарить, к сожалению, Александр Григорьевич, я вам его не могу. Ты жадный, а? Ну хоть подержать дашь, пощупать. В горах у активистки возникла странная идея. Скоро в Беларуси пройдет перепись населения. Так почему бы нам не сделать в каждый дом важный подарок – флаг Республики Беларусь? Предложение ваше хорошее. Мы не просто подумаем, мы это реализуем. Лукашенко напомнил всем, что БРСМ является добровольной организацией. Никакого формализма. Не надо никого силой тащить в организации. Это даже не столь важно, будет наша молодежь в нашей организации молодежной или нет. Главное, чтобы вы могли влиять на ту молодежь, которая осталась... Нет, которая не вступила в союз молодежи. А вот так приглашают вступать в БРСМ в школах. Я ничего не понимаю. 14 лет уже осознанный выбор свой делаете. И все должны понимать, что если сказала Родина, комсомолм ответил есть. И мы должны это сделать. Что вы говорите? Немного не надо. Есть такое смысл. Кому иногда помыслу объяснила вам, дети? Либо вы граждане Республики Беларусь, либо вы свой патриотический долг дожили, но вы делились. Нет, я хочу по всем проверкам пойти из-за вас. Дети, подумайте, пожалуйста. Сделали, забыли, заткнулись и сидите тихонько. Никто вас трогать больше не будет. Пойдите в другие учебные заведения и попробуйте без членского билета там посидеть. Я посмотрю, какие вы училища поступите без билетов. Забота у нас простая, забота наша такая. Жила бы страна родная, и нету других забот. И снег, и ветер, и звезд нашой поет. И я в моем сердце тревожный дать зовет.